Муза Рукоделия Муза Рукоделия Теперь небольшими кусочками бумажного скотча нужно залепить пленочку. Готово! Также половину тела я облепила. Теперь берем ручку и необходимо начертить линии, по которым мы будем с вами разрезать данную выкройку. Сначала чертим линию симметричности. Она идет посередине куклы и делит ее пополам. И вот я уже закончила. Наша линия делит куклу пополам, переходит на другую сторону. После этого мы отмечаем горловину. Спереди чуть больше, сзади поменьше. Длина рукава. Теперь мы должны отделить пояс, кокетку для брючек. Вот он идет. Здесь у нас будет логотип Маринет, рисуночек. И вот этот внутренний шов. После этого мы выделяем внутренний шов на брючках и определяем длину брюк. После этого берем маникюрные ножнички и начинаем разрезать с нижней части брюк. Вот такой получился разрез. Теперь необходимо сразу отрезать брючки. Полностью снимаем их. И теперь разрезаем по вот этому боковому шву футболочку. И вот я уже сняла выкройку футболки. Большими ножницами корректирую рукав. После этого отрезаю заднюю часть, которая нам не нужна. И вырезаю горловину. И в результате у меня получились две вот такие выкройки. Это правая часть нашей куклы. Это передняя часть, это задняя. Это передняя часть, это задняя. Теперь я беру двойной листочек в клеточку. Выкройка футболки и укладываю ее вот таким образом передней частью на сгиб. После этого обвожу. Рядом обвожу брючки. После этого добавляем припуски на швы. И после этого нужно еще выделить вот такую детальку, для того, чтобы мы могли с вами сделать горловину. И таким образом у нас получилось две выкройки. Это выкройка футболки, перед, зад. Здесь у нас тоже перед и зад брючки. Это у нас кокетка. Когда мы с вами будем вырезать основную часть брючек, мы будем учитывать эту кокетку как на подворот. А потом отдельно вырежем вот эту детальку, саму кокетку. Сделаем ее чуть больше, чтобы так же можно было подвернуть. И пришьем. Сейчас я сфотографирую вот эту выкройку и выложу на своем сайте. И если у вас такая же кукла, то можете себе скопировать по клеточкам эту выкройку. И в результате того, что листочек был двойной, у нас получилась вот такая выкройка футболочки и две выкройки брючек. Шить пижаму я буду из трикотажа розового и белого цвета. Также мне понадобится белая тесьма и липучка. Для начала я переведу футболочку. Для этого я беру ткань, определяю на ней изнанку, укладываю выкройку вот таким образом и обвожу с помощью карандаша. И вот моя выкройка. Теперь ее вырезаем. И вот моя деталька. Теперь возвращаемся к выкройке. Срезаем вот эту часть. Сразу ее можно разрезать. Теперь берем ткань. Складываем ее пополам. Вот таким образом. Укладываем вот этой частью на сгиб. И также обводим. Теперь, чтобы не разъезжалась ткань, вот здесь я скреплю булавочкой. Беру ножницы и вырезаю. Теперь можно снять булавочку. И получаем вот такую выкройку. Теперь я беру розовую ткань, выкройки брючек. Определяю на ткани изнаночную сторону. Сразу располагаю на ней две выкройки. Можно выкройку зафиксировать с помощью булавочки. Беру карандаш и обвожу сразу две выкройки. Убираем бумажные выкройки. Берем ножнички и вырезаем. Теперь я опять беру эту выкройку и срезаю вот эту часть. Беру небольшой кусочек белой ткани. Складываю ее пополам, изнанкой кверху. Укладываю вот этим передним местом на сгиб. Вот таким образом. Обязательно оставляем сверху расстояние. Мы должны учесть здесь подворот. Поэтому где-то вот такое расстояние мы еще должны добавить сверху. А снизу мы обводим как есть. Также для удобства я сколю булавочкой и вырежу. И вот готовы все наши выкройки. Для начала давайте сошьем футболочку. Для того, чтобы было все аккуратно, желательно сначала наметать. Для этого возьмите контрастные нитки, чтобы потом было легче вытянуть наметку. Берем основную деталь футболки. Переворачиваем на лицевую сторону. Сверху укладываем вот эту детальку изнаночной стороной. И теперь необходимо по краю пришить ее. И вот что должно получиться. Это у нас лицевая сторона. Давайте сразу подошьем рукавчики. Для этого переворачиваем наизнанку. И подворот. И вот что у меня получилось. Рукавчики и передняя часть. Теперь необходимо все это аккуратненько прошить белыми ниточками. Я буду использовать швейную машину. Если вы шьете вручную шов назад иголочка. И вот я уже вытащила наметку. Теперь необходимо вот эту детальку вывернуть на другую сторону. Вот таким образом. И прошить теперь по новой. И должна получиться вот такая аккуратненькая горловина. С другой стороны вот эти кусочки, которые остались. Желательно немножечко прихватить за верхние ниточки изнаночной стороны, чтобы они не топорщились. В результате с лицевой стороны у нас получилась вот такая красивая горловина. После этого опять выворачиваем наизнанку. И сшиваем вот этот боковой шов. И вот так на данном этапе выглядит наша футболочка. Это задняя часть. Теперь необходимо перейти к брючкам. Сшиваем переднюю часть. Готово. Теперь вспоминаем про вот эту часть. И мы должны ее подвернуть. Вот таким образом прошиваем. Вот так. И теперь эту часть необходимо пришить вот сюда. Вот таким образом. Вот так стараемся прошивать по самому краю, чтобы мы зацепили и тот слой, который был в подвороте. Теперь необходимо подготовить ленточку, которая будет вставляться в пояс пижамки. Для этого я взяла вот такую тесемочку 5 мм. Если у вас есть потоньше, то используйте ее. У меня нет, я сейчас разрежу. Вот так сейчас выглядит моя тесемочка. Для того, чтобы не сыпались внутренние края, их нужно немножечко обработать. Для этого я буду использовать закрепитель для лака. Он прозрачный. Сейчас им я прокрашу внутри всю тесемочку. Сразу необходимо снять с бумаги и высушить. И вот уже ленточка моя высохла. Теперь необходимо приклеить. Одну половинку тесмы я приклеиваю при помощи вот такого прозрачного клея. Вот сюда. А другую половинку фиксируем с другого края. Теперь необходимо уложить ровненько брючки, взять маникюрные ножнички. И вот здесь и здесь сделать два небольших отверстия. Должны получиться вот такие дырочки. Две штучки. Теперь я беру закрепитель для лака. И немножечко обработаю вот эти два отверстия, чтобы они не распускались. Капаю немножечко лака прозрачного. После этого необходимо с обратной стороны просунуть в эти отверстия тесемочки. Для этого находим его с этой стороны, прикладываем тесемочку и проталкиваем на другую сторону. И вот так сейчас выглядит поясок. Пока ничего обрезать мы не будем. Давайте сошьем заднюю часть. Вот эту. Обязательно следите, чтобы две тесемочки были снаружи. Чтобы вы их сюда не вшили случайно. Нужно зашить не полностью. А давайте зашьем вот так. До серединки. Вот до этого места. Зашиваем. И вот так сейчас выглядит задняя часть. Теперь необходимо сразу подшить низ. Вот так. Совсем немного. Вот так. И теперь осталось зашить вот этот внутренний шов. Для этого мы складываем брючки вот так. И прошиваем одной строчечкой. И вот так это сейчас выглядит. Теперь необходимо вот эту заднюю часть подвернуть. Вот так. Я это делаю вручную. Вот таким соединительным швом. Вот так должно получиться. Теперь необходимо вывернуть брючки на другую сторону. И вот так сейчас выглядят наши брючки. Теперь необходимо перевернуть их. Натянуть хорошенечко тесемочку. Она должна идти по низу вот здесь. И вот этот поясочек мы должны пришить вот к этой розовой части. Чтобы с этой стороны у нас оставалось вот такое расстояние. Обязательно следите за тем, чтобы вы случайно не пришили тесьму. Ведь она должна у нас затягивать штанишки. И вот так сейчас выглядят мои брючки. Внутри я также прошивала вручную. Использовала обмёточный шов. Заодно обработала вот этот край белый. В пижаме маринет всегда футболочка аккуратно заправлена в брючки. Чтобы на нашей кукле также сидела пижамка очень аккуратно. Мы футболочку пришьём к брючкам. И у нас будет цельная пижамка. Берём и аккуратненько пришиваем за вот этот белый шов футболочку. И вот что у меня получилось. За счёт того, что футболочка была пришита к нижнему вот этому краю. Здесь образовалась небольшая прослойка, которая как бы и не даёт понять, что у нас футболка пришита. Здесь у нас небольшое расстояние, как будто бы она просто туда заправлена. Теперь у нас получился общий боковой шов задний, которому мы должны пришить липучку. И вот уже липучка на месте. Естественно, я её разрезала пополам, чтобы она была уже. Одну мы пришиваем к одной части внутри, а вторую снаружи. И вот так смотрится пижамка на куколке. Теперь необходимо отрегулировать вот этот поясочек. Я беру тесёмочки и под нажимом хорошенечко вот так затягиваю и завязываю на узелок. После этого лишние тесёмочки можно срезать, так как мы с вами уже зафиксировали заднюю часть брючек на липучку. Теперь необходимо на брючках нарисовать логотип Маринетт, а на футболочке оформить горловину, края рукавов и нарисовать небольшой бантик. Для этого я буду использовать две краски акриловые, коричневую и чёрную, тоненькие кисточки синтетические. Также мне понадобится палитра для смешивания этих красок, водичка, небольшой кусочек полотенца бумажного для того, чтобы промакивать кисточки. И для того, чтобы удобно было работать, в рукава я вставлю карандаши, а в штанину я вставлю вот такой широкий маркер. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Теперь лишь осталось подождать, когда полностью высохнет краска и я покажу, как выглядит эта пижамка на нашей куколке Маринетт. И вот такая у меня получилась пижамка. Результатом я очень довольна. Надеюсь, вам тоже понравился этот мастер-класс. Если да, не забывайте ставить лайки, писать комментарии, подписываться на мой канал. Буду рада, если вы поделитесь этим видео со своими друзьями. Подписывайтесь на мой инстаграм, вступайте в нашу группу ВКонтакте. А с вами была Муза Рукоделия. До новых встреч! Всем пока! До новых встреч! Пока! До новых встреч! Продолжение следует...